И позвольте, я должна признаться нашим зрителям, что я знаю по секрету, что скоро в «Зеркале недели» выйдет ваша статья по поводу восстановления стран, как они останавливались после больших войн. Ну, если позволите, в качестве, если хотите, анонса или просто темы для разговора, потому что тема эта очень интересная, важная, давайте немножко об этом. Я же статью не читала, не знаю, о чем там написано, поэтому вот очень интересно, как вы это анализируете. Да, мы хорошо знаем, что такое план Маршалла. Мы его изучили, и даже тот план восстановления Украины, модернизации нашей инфраструктуры, экономики, о котором мы говорим с нашими партнерами, он, тоже мы его называем план Маршалла. Но если внимательно посмотреть, план Маршалла включал не только экономические факторы, финансовую помощь, он включал политическую составляющую серьезную. И в конце концов, мое скромное мнение, план Маршалла окончательно стал реальностью, когда объединилась Германия, когда исчез Советский Союз, и страны Восточной Европы стали членами ЕС и НАТО. Вот это было уже, так сказать, окончательное формирование новой Европы. То есть план Маршалла, он имел политическую, экономическую составляющую. Что касательно другого опыта, то мы как-то меньше обращаем внимание на опыт стран Азии. А ведь на самом-то деле более свежий опыт, такое вот восстановление после страшных войн и реально таких тотальных разрушений, ведь он существует здесь. Это не только опыт Японии, которая поднималась многократно из разрушительных землетрясений и после Второй мировой. Это опыт и Вьетнама, это опыт Кореи, очень интересный опыт, и опыт Китая. И вот если внимательно анализировать каждую из этих стран и глубже посмотреть, то мы увидим очень много исключительно интересных уроков, которые мы тоже должны извлечь из того, как вот страны возрождались. Я бы так сказал. И вот эти возрождения, ну вот я скажу, например, о Вьетнаме. Ведь надо понимать, что более ста лет эта страна была французской колонией, после чего эта страна была разделена. Потом возникла гражданская война, которая продолжалась 10 лет. 10 лет. И в результате то, что там 2 миллиона человек погибло, то, что вся земля была сожжена напалмом и отравлена агентом Оранж, и то, что фактически эта страна была аграрная, и она относилась к числу беднейших. Последний американский солдат покинул Вьетнам в 75-м году. Но это вчера. И что мы имеем сегодня? Сегодня компании, иностранные компании из Китая бегут в Вьетнам. Вьетнам стал в 17-м году, стал крупнейшим производителем одежды для всего Юго-Восточной Азии. Они теперь производят продукцию изумительного качества, огромный экспорт, причем это электроника. Google, Microsoft открывают там центры, Foxconn, который будет производить продукцию для Apple. То есть Вьетнам превратился, неожиданно превратился в такую страну, в которой все стремятся работать. Давайте вспомним. Это страна, в которой при власти коммунистическая партия. То есть как бы вопрос, который многие задают, как вот происходил подъем Китая, когда тоже в страну, в которой при власти коммунистическая партия пришли триллионные инвестиции с запада. Так вот теперь фактически это место занимает Вьетнам. Но Вьетнам намного меньше, чем Китай. Но так, там смогли построить политику и так смогли построить систему внешних и связей. Что страна стала очень таким важным участником внешнепроговых отношений в регионе. Страна позиционирует себя как очень важный участник процессов в регионе. И, кстати, когда в разгар эпидемии, пандемии ковида, когда в Китае рост был 2,3%, во Вьетнаме он был 2,9%. И это, хотя там жесткость мер, которые принимались к населению, она была очень похожа с тем, что делали в Китае. Но данные по количеству заболевших и смертностей намного лучше. Поэтому вот это, например, один из примеров. Как понималась Корея? Ведь, опять же, достаточно для тех, кто знает историю этой страны, не является секретом. Для всех остальных я скажу, что когда закончилась в 1953 году Корейская война, последующие 8 лет Северная Корея развивалась бешеными темпами. И все думали, что именно там возникнет современное индустриальное государство. В это время в Южной Корее процветала коррупция, политическая нестабильность и постоянные какие-то проблемы. Страна фактически жила за счет американской помощи. В 1961 году с военного переворота началась совсем другая эпоха. И такие вещи, как, вот, например, меня удивил такой пример. У нас об этом мало знают. Что когда уже Корея стала, Южная Корея стала Южной Кореей, как мы ее знаем, возникли все вот эти компании, Hyundai, Samsung, LG, то есть вот лидеры. То в 1998 году во время финансового кризиса в Корее в силу разных причин возникла серьезная проблема с долгами перед МВФ. То есть они попросили помощи. МВФ предоставил такую помощь. И после этого программы МВФ, как мы прекрасно знаем, они очень ограничивают свободу страны на внешних рынках. И вот когда критический период прошел, нужно было возвращать долги. А возвращать их было неоткуда. Знаете, что произошло? Население Кореи добровольно сдало золото, которое дома есть. Украшения, семейные реликвии. Они сдали 226 тонн золота. При том, что в стране была коррупция и все это... Нет, в 1998 году уже все было хорошо. Уже было по-другому. Да, то есть это уже современная Корея. В 1961 году коррупция прекратилась. Военные, которые пришли к власти, они все сделали, так сказать, как они понимали, пришли к власти совсем другое поколение. И потом все пошло хорошо. Но вот опять финансовый кризис. Я просто хочу сказать, что за вот этот промежуток времени, достаточно короткий, было создано такое доверие между обществом и властью, что люди понимали, что это не власть виновата, не коррупция, не какие-то там странные взаимоотношения внутри, между бизнесом и властью. А надо помочь стране. И люди сдали золото. И страна получила несколько миллиардов долларов, продав это золото. И это было началом возврата кредитов. И Корея смогла вернуть деньги МВФ на три года раньше установленного срока и на три года раньше вернуться к нормальной динамике экономического роста. А и во всех странах, о которых я сказал, одним из самых ключевых факторов являлись инвестиции в образование. Это удивительно, но это постоянно подчеркивает. Причем это сами эти страны говорят об этом. Это говорят американские эксперты, говорят японские эксперты. Все те, кто изучал вот эти чудеса, так сказать, оригинальные, они все подчеркивали, что то, что было сделано в первую очередь, это гигантские инвестиции в образование. В школы, в университеты. Причем, скажем как в Корее, там были землевластники, да? Землевладельцы. Землевладельцы, которые просто на этом наживались. Значит, они провели земельную реформу. Земля была передана фермерам, но у этих землевладельцев сохранились колоссальные финансовые ресурсы. Так вот, им было предложено, и они пошли на это. Они стали инвестировать в создание системы образования. И они создали такую систему образования, причем по-корейски, я вам скажу, там, так сказать, это почти военная система. То есть вы не можете пропустить школу. Ну, все четко, все должны ходить учиться. Они так рванули вперед, такой скоростью, что просто все, никто понять не мог. Вчера эта страна была в самом низу всех рейтингов, беднейшая. На протяжении 10 лет там в 30 раз возрастает ВВП на душу населения. И страна становится экспортером. То же самое было во Вьетнаме. То же самое было в Китае. В Японии ситуация была немножко другой, потому что страна выходила иначе из ситуации. Но тоже очень интересно. Вот, например, когда они восстанавливались после землетрясения 1923 года в Токио и Йокогаме, ну, на минуточку погибло 105 тысяч человек. 370 тысяч домов было разрушено в один момент. Они ничего не стали восстанавливать по-старому. Они все это убрали. И опять же, оказалось, что земля в руках частных собственников. Так был принят закон, что 10% от каждого частного собственника он должен отдать на нужды государства. Государство не в виде правительства, а народа. То есть всех людей на социальные нужды. Потом были созданы специальные комитеты, которые как бы объединили эти 10% в более-менее такие, ну, однородные участки земли, которые были использованы для строительства новых дорог, социальных центров, парков, дворцов культуры. То, что было социальной сферой. То есть в интересах всех. И новый город выглядел совершенно иначе. Это уже не были узкие улочки с деревянными домиками, которые все сгорели в пожарах во время землетрясения. Это возник в современный город. И так вот, понимаете. Ну, потом была Вторая мировая. Это уже совсем другая история. Я сейчас о ней не буду говорить. Но, в принципе, когда вы изучаете вот каждую страну отдельно, вы понимаете, что были найдены такие решения, которые не только позволили восстановить страну из огромных разрушений, после миллионов жертв, они создали новую атмосферу в обществе, атмосферу доверия между государством и людьми, между бизнесом и государством, бизнесом и народом. То есть вот эти три, так сказать, составляющих, это те, кто частные промышленники, предприниматели, государственные структуры и социальная сфера, так сказать, люди, они вместе оказались в такой синергии, которая позволила этим странам. Так, в моей точке зрения, это ключевой момент. Это очень важный момент, потому что без этого никому бы ничего не удалось. Вы не можете заставить людей волонтерить. Вот то, что происходит у нас сейчас, когда люди просто вот по порыву души, потому что так нужно, потому что так нужно помочь стране. Это делают и жертвуют деньги, и жертвуют свое время. Это очень здорово. Это все должно быть сохранено. Но в дальнейшем, когда мы начнем страну восстанавливать и модернизировать, нужно очень четко понимать, что вот эти факторы, их надо принимать во внимание. И тот опыт, который здесь, мне кажется, очень интересен. Потому что реально количество погибших. И смотрите, это разные идеологические установки. Скажем, опять же, во Вьетнаме, ведь это же коммунистическая партия. Как и в Китае. В Корее была одна ситуация, в Японии другая. Да, сначала, когда, скажем, после Второй мировой, американцы, например, отказались от выплаты, чтобы Япония платила репарации, потому что Япония согласилась на Сан-Франциский договор, который как бы не очень был хорош. Но Япония признала, что она, так сказать, была не на той стороне. Она сказала, окей, мы на все это согласны, давайте думать о будущем, давайте идти вперед. И когда они пошли вперед, потом они помогли практически всем странам региона. Вот одной за другой. Они, в том числе и Южной Кореи, в том числе и Китаю. Мало кто знает, что Япония предоставляла помощь Китаю на протяжении 42 лет. И прекратила эту помощь только в мае 2022 года. Да ладно. Это вообще невероятная какая-то информация, Сергей. Да. Они предоставили Китаю помощь на сумму почти 30 миллиардов долларов за это время. Мне кажется, вообще никто этого не знал. До прошлого года они продолжали программы помощи Китаю, как бы понимая, что в прошлом японская империя, японские империалисты оккупировали Маньчжурию. И как бы, вот понимаете, то есть некое внутреннее... Это нельзя сказать, что это кто-то кого-то заставлял. Но внутренняя цензура этого народа, она вот позволила такие программы реализовываться. И в 2010 году Китай перегнал Японию, как став второй экономикой мира. И они еще 12 лет продолжали помогать Китаю. То есть я хочу сказать, что это тоже важный фактор. Надо иметь правильных друзей. Надо иметь тех, кто имеет в тебе долговременные интересы. И чтобы не было никаких эпизодов, когда мы будем создавать фонд, и собственно работа уже идет, насколько я понимаю, очень важно на кого опереться, в том смысле, что это будут стратегические интересы на десятилетия, если не навсегда. Это очень важно, потому что сейчас именно такой момент и создается. Если мы берем технологии из определенной страны, то мы выстраиваем с этой страной определенные отношения. Это же очевидно, правда? Кого вы впустите, так сказать, внутрь на рынок, кто будет заниматься осовременниванием технологий сельского хозяйства, кто будет заниматься строительством скоростных железных дорог, кто будет строить мосты и так далее. Это очень важно с точки зрения дальнейшего позиционирования Украины в мире. И вот то, что здесь происходило, это просто однозначно, очевидно, вы видите, как такие решения приводили к результатам. Вот, скажем, в Южной Корее до 61-го года при власти был президент, который, используя негативные сентименты корейцев по отношению к Японии, потому что японский во время, так сказать, Второй мировой, и до того Япония многократно нападала на Корею, оккупировала Корею и так далее. Так вот, он использовал негативные сентименты. После 61-го года генерал, который пришел к власти, он сказал, мы должны помириться, потому что нам нужна помощь. И японцы это те, кто может это сделать. И он воспользовался этой помощью, и такая помощь была предоставлена. И, ну, опять же, там до сих пор они между собой спорят. Я в очень упрощенной форме рассказываю о таких вещах, там множество нюансов, но в целом мне понятно, что доверие между всеми слоями общества, понимание, что мы все делаем общее дело, понимание того, что друзья, которых мы сейчас выберем, и с которыми будем строить будущее, это навсегда. Понимание того, что образование является исключительно важнейшим фактором, и инвестировать нужно в то, чтобы создать суперсовременную базу, которая будет готовить людей будущего. Это все одни из уроков, не все уроки, все я не буду раскрывать, но это те уроки, которые, мне кажется, в Азии настолько видны, настолько выпукло, что просто стоит их изучить и ими воспользоваться.